начать запись так ну что ребята буду отвечать на ваши вопросы их там чет прям уже много так написали поэтому как бы сразу же и пробежимся так кто смотрит кто будет смотреть записи я отвечаю на вопросы в основном начинающих дизайнеров да вот какие-то у ребят боли есть вот а я так как такой уже поопытнее до чувак то поделюсь своими какими-то мыслями так окей погнали станислав спрашивает есть вопрос по тексту в дизайне спрашиваю как копирайтера насколько веб-дизайнером актуальна помощь специалиста моего плана так если меня там что-то не слышно не видно то включите микрофон и скажите пожалуйста так актуальна помощь специалиста моего плана регулярно сталкиваюсь красивыми сайтами на которых до боли безграмотный текст при этом сами дизайнеры проблемы не видят считаю что у них все отлично так окей ну вообще как бы про текст да то есть я когда работаю с ребятами давно подряжаю каких-то дизайнеров да на какие-то работы но в основном это что-то небольшое кита макета сделать и бывает такое что человек сделал макет и у него текст не встает вот слово длинное какое-то например где-то заголовки то есть ничего страшного дизайнер должен быть развит со всех сторон то есть не только рисовать какие-то красивые картинки но и думать сразу в 3d то есть и текстом подумать где-то и где-то как маркетолог то есть чем больше навыков тем лучше для дизайнера то есть можно поправить текст самому но если уже конечно это какие-то большие массивы то да все правильно можно обратиться к специалисту почему нет человек который пишет текст сейчас можно что-то с нейронками тоже поэкспериментировать посмотреть что тебе нейросеть выдаст но я так понимаю человек здесь подсветил тоже как бы свои услуги какие-то ну почему нет то есть станислав мигнюс да если правильно прочитал обращайтесь человек наверно знает что делает но короче простыми словами если есть возможность в текст поправить самостоятельно но если это опять же немного его то ну поправьте ничего страшного то есть если в макете он он станет лучше именно ваш текст так александр спрашивает мне бы интересно было послушать следующие моменты для тех кто недавно начал зарабатывать на дизайне какие варианты поиска клиентов наиболее удачные я сам с биржи беру заказы но там больше минус в том что регулярно меняются правила из-за чего доход доходы падает но про фриланс биржи я уже как-то много раз писал говорил я в них в целом не верю то есть ну как бы такая стратегия да как бы ты начинаешь свой путь и ну вот с каких-то вот этих бирж да где-то какие-то копеечные заказы но в этом можно увязнуть и начинать себя ассоциировать как бы с дешевым дизайнером сразу же ну это как бы хреновая стратегия я бы первое бы время вообще бы не заморачивался по поводу заказов не знаю условно устроился на какую-то стандартную работу да где есть там какая-то фиксированная оплата то есть она может не связано быть с дизайном у меня было так например то есть я шесть с половиной лет отработал не дизайнером просто параллельно фрилансе и когда пришло время я понял что у меня появился определенные ну круг заказчиков да какая-то клиентская база то мне было комфортно логично и ну как бы то есть такая была последовательность дав моей жизни что мне было уже спокойно увольняться и переходить на вольные хлеба на фриланс то есть я как бы вот этот этап он не был таким что я там сидел на каких-то мелких заказах и жил только на эту то есть меня была официальная основная зарплата вот короче надеюсь ответил так насколько успешно можно развиваться обучаться если работать самостоятельно я никогда не работал студии но мне кажется это эффективнее для обучения у меня был такой путь что я поработал в студии буквально на полгода а потом работал на себя исключительно и развивался как ну такой свободный дизайнер да не очень люблю слова фрилансер свободный дизайнер вот поэтому а здесь не могу ничего сказать но если бы сейчас откатиться назад там возраст 20 лет условно там после моего обучения университете то я бы наверное пошел в студию просто на тот момент когда я закончил универ в студии особо не было ну тем более в том городе где живу я сургута то ну как бы не было вообще особых вариантов там я говорю я поработал в одном агентстве но там потом успешно закрылась вот я ушел как бы на вольных либо если вы в большом городе есть варианты пойти в студию набраться от опытных коллег собственно опыта то я бы сделал так а потом а там бы посмотрел вот то есть так просто быстрее получится прокачаться и ну действительно ну то есть намного быстрее у меня просто долгий путь растянуты вот сейчас можно условно выйти на какой-то хороший уровень ну типа там за год за два поработав очень плотно в какой-то классном агентстве если вас туда не берут я тоже вот кому-то тут писал недавно но вы пишете не знаю свое резюме скидывайте пишите запрос отвечайте на вакансию вас туда не берут вот надо туда приехать если это в вашем городе находится и просто сказать все я никуда не уйду буду работать за еду там условно и вот прям ну как бы настаивать то есть таких ребят как правило берут которые с горящими глазами которые замотивированы которые знают куда они пришли то есть придя в студию надо ее изучить надо посмотреть портфолио посмотреть кто там вообще работает ну как бы немножко вы чтобы пришли уже понимаю что чего они так что вот что-то услышали там екатеринбурге там фанки и джинси там пришли и вот я хочу вас надо как бы ребят изучить вот а потом уже к ним там приходить ну короче такой подход сто процентов мне кажется ну там не на 99 процентов что вас возьмут так окей раскрытие этих вопросов так мы вроде как ответил так если вдруг кто вот сейчас александр да если слушать будешь то если где-то что-то еще дополнительно то в конце можно будет задать вопрос не знаю может быть какую-то что-то уточнить так стоит ли покупать обучение лучше изучать все самостоятельно да стоит конечно ну то есть обучение классно когда и ну то есть из чего состоит обучение она состоит из самообразования когда мы самостоятельно себе выстраиваем какие-то образовательные не знаю забеги на так скажем и перенять опыт от опытных ребят почему нет сейчас и ну и причем я я считаю что выгоднее идти именно ну к человеку конкретному то есть конкретному дизайнеру или арт-директору конкретному директору и у него получать виде какого-то наставничество чем идти в какую-то школу не буду называть их имена ну какие-то большие да то есть там по факту все будет то же самое только вы просто переплатите ну вот как как мне кажется и если вы придете лично к человеку ну вот сейчас я чисто для примера например ко мне да вот за каким-то наставничеством или там на там тот же интенсив реста бренд блин это сейчас как бы не прогревочный вебинар просто такой вопрос вот то как бы ну от меня будет большая как бы отдача большее вовлечение до вашу как бы какую-то проблему там ваш проект чем это будет от школы но опять же вот по моим каким-то ощущениям и по отзывам самое главное ребят кто эти обучения проходил где-то поэтому покупать обучение стоит инвестировать свое образование стоит и не забывать про самообразование но самообразование она может выглядеть не виде чтения книг например хотя это это база это нужно делать обязательно то есть тоже где-то я писал что книжки надо читать это фундамент потому что мы информацию лучше усваиваем именно из текста особенно из больших массивов то есть первое это книги второе это лонгриды какие-то статьи большие третье это подкасты то есть на слух мы тоже очень хорошо воспринимаем лучше чем видео но и там уже четверто это какие-то видеоматериалы лекции в первую очередь во вторую очередь там уже какие-то ролики что-то такое то есть короче текст на слух и потом на зрение как бы так лучше работы и второй момент второй вариант самообучения это челленджи 50 логотипов за 50 дней там себе придумали какой-то челлендж я участвился делаю каждый день я что же на этом учусь то есть и контент генерирую и там на свой личный бренд работаю там как-то аудиторию новую там ну то есть какие-то вот эти все плюшки да но в первую очередь это как самообразовательный проект то есть я инструмент понимаю и понимаю как в одну минуту тему раскрыть да это какие-то новые навыки такие но это прикольно то есть через к личные проекты но целое у меня есть видео на ютюбе посмотрите вот буду кстати выступать скоро с этим с этой темой так люба панкова и люба привет но мы с любой работаем уже вместе да так любы нету правда сейчас мы надеюсь потом посмотрит так как объективно оценить свои навыки ты джун или уже мидал специалист если критерия давайте по порядку но смотрите джун мидал сеньор это как бы такие названия до у этих позиций они все-таки наверно больше актуальны в агентствах на каких-то студиях то есть если человек работает как свободный дизайнер то ему в принципе не не обязательно заморачиваться и наделять себя каким-то ну вот таким словом да какую-то такую ачивку вешать джунты миду ну не знаю то есть тут если ты работаешь в студии там тебя оценят и там тебе дадут это звание а если ты работаешь сам на себя то мне кажется не стоит и заморачиваться так второе как выйти за рамки стандартных решений моя личная боль есть некий барьер что если начну делать сложной композиции то получится грязно но я когда читал этот вопрос не совсем понял что такое сложные композиции а как выйти за рамки стандартных решений блин вам где находимся мы вообще-то в дисток чате находимся что такое дисток чат это комьюнити дизайнеров созданная вокруг проекта дисток упражнения на развитие критина мышления кто не знал вдруг вот пожалуйста дисток .ру есть в инстаграме страничка дисток проходите пожалуйста бесплатно пройдете 100 упражнений сами для себя вот к вопросу про самовыразование будьте на другом уровне тех самых стандарт стандартных и нестандартных решений так третье визуальные метафоры или сообщения в лоб когда нужно заигрывать с аудитории и подкидывать ребусы а все зависим зависит от контекста вот недавно я ну там уже в прошлом году делал логотип такой небольшой стиль для стоматологии тоже как дизайнер мне хотелось очень сильно сделать что-то необычное фестивальная для стоматологии а потом себя остановил по рукам набил и сказал что это с бизнесом не будет как бы ничего общего иметь то есть ребятам денег это не принесет если этом какие-то супер ребусы заложен то есть категория до определенная это стоматология в этой категории желательно как бы но быть понятным быть легко считываемым до чтоб человек с улицы шел и увидел логотип этой стоматологии понял что это собственно стоматология но не надо здесь ничего дизайн это не всегда про какие-то нестандартные супер ходы иногда это про супер стандартные ходы просто нужно условно в этом логотипе да там нарисовать тот же самый зубик ну как бы его там немножко как-то обыграть чтобы он на другие зубики не был похож вот поэтому все зависит от контекста так окей так анна карасева реально ли вообще научиться графическому дизайну самостоятельно конечно реально вообще более того скажу что учиться нужно будет всю жизнь вот вопросу про самообразование то есть дизайн это такая штука но это как океан надо туда нырять поглубже желательно задерживать дыхание или с аквалангом чтобы подольше не всплывать вот и постепенно как бы я это знаете через метафору такую показываю опыт дизайнера это как такие на тебе слои постепенно вначале он тоненький ты такой весь прозрачный вот потом этот слой становится толще толще с каждым годом ты матерей у тебя становится толще вот эта броня на такая дизайнерская она состоит не только из навыков до непосредственно как что-то вам рисовать но и вообще как что в мире происходит как происходит наше бытие да но и так далее но такие уже философские моменты опыт заказчиком то есть у тебя насмотренность появляется насмотренность не на картинке насмотренность но на какие-то решения да если я в хорике работаю у меня есть насмотренность в этом плане то есть как бы есть понимание как процессы в этой сфере осуществляются то есть не надо два раза каждый раз точнее какой-то велосипед изобретать поэтому не то что реально вообще учиться графическому дизайну самостоятельно реально ли вообще да научиться это как бы не вопрос это ответ реально реально научиться графическому дизайну самостоятельно просто надо время дать и постоянно этим заниматься и кстати еще такой момент если кто-то переживает что ну там не знаю за всю жизнь всего не узнать но это тогда действительно то есть мы всегда будем знать только часть каких-то знаний то есть способны поглотить прочитав даже какую-то объемную хорошую книгу не знаю там юрия гордона по типографике книги от адая то есть в любом случае мы получаем только часть знаний по типографике поэтому как бы то есть нет никакого предела и его не нужно там вдалеке где-то видеть то есть это такая бесконечная штука ну познание да вообще в дизайне поэтому реально учиться надо обязательно самому так можно еще в догонку докинуть вопросик я устал устала случилась кризисная ситуация не получается ничего придумать но сроки горят если способ техника как начать работу и выдать результат есть такая техника называется привлекать еще руки ну то есть я в какой-то период своей жизни понял что мне как бы интересно делать дизайн до сих пор самостоятельно но и мне интересно чтобы еще и были со мной какие-то ребята которые там от моего имени или там от имени моей студии делали тоже дизайн это тоже дизайн все вместе то есть управлять так скажем другими дизайнерами но слово управлять если кому-то не нравится взаимодействие с другими дизайнерами да это тоже такой своего рода дизайн выстраивание процессов поэтому если зашиваешься нет сил нужно отдохнуть во первых а если сильно много заказов и бывают заказы которые тебе например не хочется делать вот мне например не всегда хочется что-то делать ну то есть каких-то определенных направлениях не знаю ко мне пришли ребята недавно попросили сделать им какой-то каталог занимаются они строительно какими-то строительными материалами вот-вот меня не лежит к этому душе я либо это передам кому-то другого другому либо там откажусь либо поищу дизайнера которому это будет интересно и просто выступлю как директор короче привлекать еще руки и отдыхать не забывать так было бы здорово если посоветуете кого-то из коллег у кого можно купить курсы ибо сейчас таких курсов очень много и уже непонятно какие хорошие курсов много но мои коллеги друзья это граф уаров это дн я собственно у меня есть курс реста бренд ну как бы там по ресторанной тематике но по сути там айдентика но как бы вот приближенная то есть натянутая на плоскость ресторанного брендинга так скажем из больших ребят ну я считаю что мы наверное там дэн игра граф уаров греша не конечно в плане образовательных всех историй они уже достаточно серьезные ребята я такой попроще и делаю тогда когда прям хочется то есть у меня это не систематически могу пару раз в год все запустить курс а еще из каких-то прямо известных больших ребят я бы пошел бы сам бы вот с удовольствием если вы какое-то время выделилась в дизайн-воркаут к диме барбанелью там и все его команде вот вот это вот мне нравится что ребята делают видно что они заморачиваются и у них классные у самих классные проекты вообще подход к дизайну видения короче вот дизайн-воркаут все больше сейчас сходу никого не назову не вспомню сейчас если вспомню дальше то скажу так окей так мне интересны практические вопросы если можно коротко обрисовать понимаешь что наверное это не совсем то в каком виде принято передавать архив с готовым логотипом его разновидностям клиенту после оплаты так так все варианты исполнения в разных файлах надо ли если создавал логотип чисто на ау или на сайт ну понятно короче передачу материал ну знаете я если честно передаю просто либо ссылку на яндекс диск где лежат просто файлы там если это логотип он там в свг в пнг там не знаю ваи в короле во всех возможных джипегах там какие-то превьюшки ну то есть как то так если это материалы для печати какие-то буклеты то соответственно даете исходник там за желательно в смеке уже ну то есть у меня у меня всегда вообще если делал какой-то макет вот например для полиграфии у меня всегда три есть файла на выходе это сам исходник то есть я вначале делаю в rgb формате чтобы меня были хорошие цвета сочные яркие чтобы с экрана можно было согласовать как бы чтобы я передал картинку нормально потом второй вариант это я перевожу все смик но не кривлю шрифты то есть это такой исходник смеке уже вот и третий вариант это подготовленный файл к печати он может быть в pdf ки пдф кузы шик либо в исходники там в короле или в иллюстраторе или там не знаю фотошопе там кто в чем делает вот и уже в кривых то есть как то так но опять же тут сразу же момент предвещая как бы вопрос по смеку rgb если вы делаете для полиграфии макет то ну как я сказал да вначале в rgb делать то есть нужно как бы на будущее понимать что это будет печататься и не использовать какие-то ядерные цвета ну то есть я не буду использовать какой-то кислотный зеленый цвет вот в макете для полиграфии то есть я изначально это понимаю так короче просто либо это архив действительно архив с кнопками либо эта ссылка ну если честно чат чаще она даже просто обычный архив отправляем вот и прошу чтобы заказчик на той стороне сохранил этот архив себе на компьютер и никогда его не терял так второй вопрос какие дополнительные услуги можно представить бонусом не за плату а для формирования но вообще про дополнительные услуги хороший вопрос я на него так как бы на нас формулирую ответ то есть я всегда стараюсь дать заказчику больше чем это нужно но при том условии что у меня на это есть время и желание ну то есть у нас договоре прописаны какие-то пункты что я должен отдать то есть этот минимум я должен отдать по-любому да как бы вот но сверху если у меня если меня прет мне вот я вижу что мне я могу вот заанимировать логотип например или какие-то макеты там в анимации так как бы раскрыть показать я тоже это скопом отдаю мне не жалко пусть использует опять же если у меня есть на это время и желания вот специально как бы это делать ну можно и специально делать но то есть как бы не обязательно короче по желанию да я думаю что это формирует его и лояльности человек ну блин приятно же всегда получить чуть чуть больше чем ты там заплатил да за за что-то так можно еще вопросик на блин я себя этим лебедевым чувствую как ответы на вопросы были прикольно такое ощущение прикольный формат чего нет и и контент или на youtube так можно еще вопросик добавлю по каким пунктам надо анализировать соперников как как можно рамин рамин ты у нас тут недавно где столько чате но ты уже прям это отметь от отметился выделяешься так можно еще вопросик добавлю по каким пунктам надо анализировать соперников как можно использовать слабые места соперника так что вопросы за мм и у нас да так не знаю если честно я особо никого не никогда не анализировал зачем чтобы что надо делать вот как тебе кажется хорошо и все на никого ну то есть рынок надо смотреть надо отслеживать что происходит посматривать на коллег перенимать какой-то опыт вот чтоб я сидел анализировал его слабые места сильные на нахрена это делать блин даже вот ну честно рамин немножко это как бы не про дизайн наверно про какие-то единоборством так лиля я еще такой вопрос сейчас учусь в университете на графического дизайнера заканчивают четвертый курс родители давят насчет магистратуры мол если захочешь должность компании начальника деля-ля тебе ее не дадут без полной вышки насколько это актуально и стоит ли оно того но если ты учишься на дизайнере на четвертом курсе и у тебя пока нет понимания вообще где ты в рынке находишься то это как минимум странно ну возможно ты так же как я живешь небольшом городе у меня студенты тоже выпускаясь и сдавая дипломы тоже не понимали что дальше делать я был очень удивлен этому ну блин ребят 24 год на дворе не знаю но первый курс еще он такой вводный да вы там со школы пришли вы еще там такой типа детства как бы да в одном месте месте ну второй курс посерьезнее ну блин 3 4 такие в более выпускные уже как бы надо узнать людей знать чего кого происходит где что как лифт вызывается ну то есть это очень странно обратите на это внимание если кто-то учится на последних курсах и еще пока не влился в какую-то рабочую деятельность это где-то не знаю там на полставочки работать там на пол шишечки что-то делать как бы ну это странно а насчет того что говорят родители ну родители можно конечно слушать но там как бы вам дальше жить то и родители они еще в тех временах там у них эти стереотипы начальники отделов какие-то что какие начальники отделов мы дизайнеры надо блин качаться быть крутым специалистом блин вести соцсети не знаю делать контент делать 5 то все свои проекты проявляться как то ну какие начальники отделов ну или как там было написано начальники отделов все это как бы ну это мы же не бухгалтера там не какие-то не знаю там другой рынок вообще другая сфера так рамина 5 если не ошибаюсь то сейчас вообще диплом не важен лучше получить несколько сертификатов на то что училась графическому дизайну у кого-то и представьте сертификат когда будет искать работу но вот опять же про эти корочки всякие разные хороший вопрос рамин вот теперь хороший смотрите по поводу диплома например да если вы учитесь где-то в универе заканчиваете вот я если честно раньше выказывал свою фи хотя у меня у самого высшее образование по графическому дизайну да там вот я такой ну типа зачем мне это показывать коллегам ведь твой диплом это твой портфолио а потом пришло время вот несколько лет назад когда меня стали приглашать на какие-то выступления на какие-то нам на тавриду еще куда-то то есть с точки зрения бюрократических каких-то истории вот этот диплом он очень нужен то есть вот я своим студентам прошлом году сургу по уговорил вы ну да учитесь не бросаете хотя были ребята которые там типа ой чем не заканчивать ну типа вот если учишься надо закончить чтоб он был и сертификаты и все остальное пусть будет вот в бюрократической сфере она очень даже бывает ко двору вот но как бы это вот чисто про бюрократию ну а конечно ваш диплом это ваше знание навыки там опытом и так далее поэтому диплом важен как вот с этой точки зрения с бюрократической так опять или мне кажется тут подойдет книга искусство войны в книге цунь цзинь рассказать о том что важно знать слабости с оппонентов с пользу их свои интересы принципу так это а это про вопрос так но это вопрос ответ на вопрос поэтому сейчас наверное тут не будем да на этом заустрять внимание так это что тут такое девчат а все тут уже так вот еще вопросы да прямо уже сейчас до генерируется ребят спасибо добрый день можно тоже вопрос задам правда ли что если есть вышка не по дизайну но хочется получить образование сфере дизайна достаточно просто пройти курсы переподготовки и они будут скажем так котироваться у будущего работодателя в общем что все-таки лучше вторая вышка или при подготовке вот опять же вот как будто вот чуть-чуть сильно ну вот я просто это вот не первый раз а такой вопрос ну подобного рода как бы слышу то есть что сильно люди заморочены на как бы какой-то переподготовки от какой-то сертификат получить блин это вообще так не работает надо нырять самому тут самому копаться смотреть лекции читать книги делать что-то свои проекты мутить там коллаборировать идти наставничество там 5 то есть как бы ну типа все в твоих руках сертификат он как бы тебе ничего не даст кроме того что вот у тебя будет сертификат и какая-то кусочек знаний да там получены часто и не особо получены до благодаря там этим курсом за который сертификат собственно получили поэтому фокус не на том держите не надо на этом заморачиваться надо просто заниматься этим ежедневно по многу часов и все само придет так алекс алекс ра привет ты у нас боевой друг и товарищ нашим листок чате постоянно тебя вижу это очень круто так рамин просто дую best и все будет хорошо ну вот собственно да плохие эмоции не приносит успех добрым любить коллег мы не соперники а друзья ну как будто чуть-чуть не про это но про тот вопрос окей все все верно но я думаю что рамин он он откуда-то сербии что ли и немножко просто вот честно у меня такое впечатление как будто бы может быть даже человек на русский язык переводит со своего языка вот у меня такое создалось впечатление то есть просто так как то ли переведено то ли может быть просто русский язык так знает вот в таком виде рамин отпишись если я не прав поправить меня пожалуйста так во многих вакансиях вообще не требует вышку главное портфолио да во многих не требует опять же повторюсь где-то диплом прям ну то есть вот я например в прошлом году сургупу преподавал два семестра то есть два предмета вел но такой был приходящий преподаватель то есть меня наняли чисто на год на два семестра но как вы думаете в сургутский государственный педагогический университет пошел бы я работать не имея высшего образования по той сфере которую я должен вам преподавать ну блин нет все без вариантов никакие корочки только высшее образование и конкретно по специальности и ну это же классная и ачивка и ну ачивка ачивкой но я классный опыт получил преподавает в университете не курсики какие-то там а в универе преподавая понимаете то есть для меня это был очень крутой опыт и крутая ачивка сейчас опять же где-то в бюрократических направлениях то есть я могу сказать что я преподавал в университете в каком там в каком городе это уже как бы третий вопрос университет есть университет Классный эфир, спасибо, Вероника, спасибо тебе. Таяние про дизайнеров. Рамин просто дает пасть. Так, ладно, окей, тут у вас уже... Можете уже в личке попереписываться. Так, конкуренты тогда, наверное, в сфере заказчика, если правильно поняла. Ну да. С Азербайджаном, наверное, из-за моего возраста. Все, Азербайджану, солнечному привет. Так, я думаю, Рамин привел к аналитику продукта, вполне корректный вопрос. Возможно. Если, как бы, ну, я не так понял контекст, ну, возможно, я не прав. Ну, то есть, я как бы, вот как я объяснил, вот как я понял, ну, здесь я, как бы, думаю, что я правильно сказал. А если, как бы, какие-то вот нюансы, там, UI, UX, там, что-то вот в те дебри, я здесь, если честно, не особый специалист. Хотя за этой сферой, конечно, тоже слежу. Так, ну что, ребят, вопросы закончились. Есть возможность сейчас у вас включить микрофон и задать его голосом. Либо еще что-то быстренько написать, чтобы я просто потом не монтировал, не подрезал. Вот, либо сейчас просто все сворачиваемся, я его заливаю уже на YouTube и сюда вложу ссылочку. Так, Лилия печатает, подождем. Так, ну, народ есть. Ребят, не стесняйтесь, как бы, включайте микрофон. Можете голосом задать вопрос вообще любой. Что еще у кого-то? Ну, классные вопросы, на самом деле. Спасибо. Я вот сел, ну, думаю, что-то саму себе вот такие вопросы ты не нагенерируешь. То есть, иногда даже ты об этих направлениях вообще не думаешь. И, ну, тут раз, вы как-то так накидали прям. И так целостно как-то вроде получилось. То есть, это да, и у дизайнеров, решая эту портфолио и опыт, я имел в виду бюрократию, что если нет вышки, ты не сможешь там преподавать, читать лекции и так далее. Ну, короче, да, да, ну, мы как бы про одно и то же, на самом деле, но я говорю, что это все-таки вторично. Ну, то есть, если вот развивать это на первичное и вторичное, то корочки, дипломы и все остальное, это вторично в нашей сфере. Это очень важно, это полезно, это пригодится там и так далее. Но это вторично, то есть, как бы, это должно быть как бы естественным где-то путем. То есть, вот, учитесь, например, сейчас, ну, доучивайтесь. А если вот прям только за этим и идти, за этими корочками, тратить там, не знаю, 10 лет на это, то, наверное, ну, надо подумать, как бы. Либо, может быть, пойти уже в студию, да, там, на джуна и попроситься за еду работать и быстрее вырастить. Просто что хотите от этой деятельности. То есть, заниматься дизайном надо, ну, в этом прям погруженным быть максимально. И так сейчас рынок, сами видите, ну, Алла Океан, дофига дизайнеров. Но, опять же, это еще немножко все-таки такое ошибка выжив, как это называется. Ну, то есть, мы, мы сами вращаясь в этой сфере, вращаясь вокруг дизайнеров, в чатиках состоим. У нас, мы подписаны на много каналов в YouTube, там, в телеге, везде. То есть, вокруг нас вот как бы дизайнер. Нам кажется, что прям дизайнеров очень много. Их много, да, их больше, чем 20 лет назад. Там, 15 лет назад, когда я вот в коммерческий рынок, да, вошел, там, после обучения. Вот. Но, на самом деле, ну, типа, если взять количество проектов, количество запросов, вот, на дизайнерские руки, то, мне кажется, исполнителей пока все равно меньше. Ну, то есть, работы как бы много. То есть, ну, как бы человечество развивается, да, там, индустрии новые появляются, там, пятое-десятое. И, ну, постоянные, как бы, руки нужны. Вот, ну, если у вас руки из правильного места растут, у нас, у всех, то, как бы, ну, работа всегда найдется, если ее немножко, там, поискать, как-то чуть-чуть позаморачиваться. Давайте, вот, кстати говоря, я такую тему раскрою сам себе, сейчас задам вопрос. Ну, думаю, что это будет тоже интересно. Ну, такой вопрос, а где брать вообще, там, типа, заказчиков, да? Ну, есть классические, да, там, способы, ну, сделать, там, какой-то беханс, сделать какой-то, там, сайтик, да, возможно. Ну, то есть, это, как бы, больше, наверное, не про поиск клиентов, да, а про просто свою упаковку. То есть, она какая-то минимальная должна быть, чтобы где-то было опубликовано портфолио, информация, там, о вас, там, о нас, вот. И, как бы, чтобы при необходимости можно было хотя бы какую-то ссылку отправить. Но, второй момент, это, там, реклама, да, то есть, ну, нужно какие-то деньги тратить, таргет. Вот, я, кстати, недавно запускал таргет, потратил 100 тысяч. Здесь нанимал ребят из Подмосковья, там, агентство, не буду называть их название. Ну, короче, со мной месяц работали, там, три человека, три специалиста, один по ВК, один по таргету в РСЯ, третий там еще почему-то. Как вы думаете, вот, я отдал ровно 100 тысяч, вот, прям, 100 тысяч отдал. Это в начале этого года было. То есть, у меня была задача, вот, Реста Бренд, как бы, двигать дальше, искать исходики клиентов по всей стране. Ну, там, мы не всю страну, как бы, окучивали, там, какой-то регион, уже не помню, Екатеринбург, Хмау, там, что-то еще. Как вы думаете, сколько у меня, ну, клиентов с этих 100 тысяч пришло и сколько сконвертировалось в заказы, да, и, собственно, в деньги? Ноль. Вот, опять же, вот, сейчас я, блин, делаю рилсы, я не знаю, но как-то я вернулся опять в Инстаграм, и, ну, запрещенная в России соцсеть, вот, и у меня, как бы, ну, там какой-то уже есть фидбэк, и, ну, там, может быть, заказов пока нет, там, с 14 рилсов, ну, то есть, как бы, ну, то есть, как бы, лучше в это время уделять, чем, блин, тратить эти деньги, и, как бы, это бесплатная-бесплатная реклама. То есть, вот, хочу подсветить, кто до сих пор этого не делает, пилить свой контент в виде этих рилсов, и делать их надо много, и желательно вообще всегда, вообще никогда не останавливаться. Бесплатная, это бесплатная реклама, то есть, каждый день смотрят, там, по полторы, по две тысячи, по шесть тысяч, по десять тысяч человек бесплатных. То есть, ты отмечаешь просто, там, интересы, типа, я там отмечаю всегда ресторан, три тега, ресторан, этот, малый бизнес и, что-то там, предпринимательство. То есть, не дизайн, я не дизайнеров отмечаю, и отмечаю ребят, как бы, с того берега, вот, откуда заказчики должны прийти. Короче, постоянно сейчас подписываются на меня ребята из Хорики, всякие шеф-повара, управляющие, владельцы заведений, но я перехожу в профиль, вижу, как бы, чем занимаются. Ну, дизайнеры тоже присутствуют, но, наверное, большая часть это из Хорики. Так, по-моему, пришли вопросы еще. А, не закончил мысль по поводу, ну, поиска клиентов, то есть, это вот, какой-то генерации, какого-то контента интересного. Ну, такого это сейчас называется, да, когда человек, да, там, о своем, экспертные рилсы, да. И второй момент, я бы точечно, я так периодически иногда делаю, мне это приносило каких-то лидов, какие-то заказы. То есть, точечно писать людям, то есть, не заниматься спам-рассылкой тысячи человек, лучше одному написать или, там, пяти в день. Но очень точечно понимать, кому ты пишешь, что у него там за проект, чем ты можешь ему быть полезен. Ну, то есть, прям, локально, чтобы человек в первом сообщении понимал, что это не спам, что ты ему пишешь конкретно. То есть, и быть увлеченным этим проектом. Например, там, условно, вот есть, там, какой-то, там, кафе, да, вот Хорику берем. Вот мне нравится этот кафе, вот я его знаю, я, как бы, за ним послеживаю. И я уже, выходя, как бы, ну, там, к ЛПР, да, там, к собственнику, к управляющему, то есть, я уже это, как бы, подсвечиваю, что я вас знаю, мне нравится, но вот могу, там, кто-то, кто-то предложит, там, условно, точечные такие моменты. Они, как бы, как правило, ну, лучше меньше, да, качественнее, да, как бы. Так, ну, это вот такой второй момент. Так, я думаю, Рамин, так, ля-ля, так, не знаю, сейчас, так, это мы прочитали. Так, как лучше иметь одно общее портфолио, как лучше иметь одно общее портфолио, или, например, отдельно портфолио с презентациями, портфолио с идентикой? Хе-хе, хороший вопрос сейчас. Насчет точечного имейлинга, это классная мысль. Спасибо. Что лучше одно общее портфолио? Блин, я вам, я не знаю, как-нибудь вот сейчас просто, ну, буду рыться долго. Вот, вы просто не представляете, сколько у меня всяких разных презентаций, сколько у меня всяких разных каких-то брифов, каких-то там, блин, просто. их дохренища вообще я иногда даже делаю какую-то под какую-то историю презентацию потом я понимаю на каком-то периоде ее создание что я это уже делал ну плюс-минус там поменять пару пару слайдов там может быть какой-то текст на более актуально поправить там цену например да ребята я просто сделал миллиард презентаций и блин 99 процентов из них я сделал для себя поэтому чем больше тем лучше я считаю что сапожник сапожник без сапог здесь не канает как бы в нашей истории просто нет не будет доверия надо быть нормально упакованным нормально презентованным с действующими какими-то там соцсетями ютюбами своими проектами флагмановскими да и сток это мой флагмановский проект личный то есть мне за него вообще не стыдно это мощный проект я год в него инвестировал сейчас уже два года чат такой прекрасный вот вся движуха происходит блин три года назад этого не было у меня вообще не понимаю как как я жил без этого поэтому вот свое время инвестировать свои проекты они тебя будут бустить лучше чем коммерчески поэтому до презентации еще раз презентации это все нужно постоянно делать ну как я тоже как-то говорил что делать дизайн для меня коммерчески это зона моего комфорта то есть как бы это не сложно для меня типа есть понятная задача все я сажусь доделаю как бы вот а вот как вот это все софт вся история до продвижения привлечения клиентов там 5 10 это до сих пор остается самым сложным дизайнерской деятельности ну типа создал что-то это стоит придумал что это стоит 0 рублей придумал и создал не хочу повторяться там но опять же на примере кружки придумал кружку ее создал это стоят 10 рублей а придумал создал ее продал вот это стоит уже 100 рублей поэтому продавать привлекать вот это все это как бы до сих пор ну сам ну она сложнее эта часть она более непредсказуемое там и так далее так ну что ребята ребята очень классно прям и прикольно получилось я считаю вот народ прям ходит все хорошо но если есть вопросы задавайте еще говорю можете голосом можете написать текстом вот все давайте прям 321 вот а вероника печатает я всегда боюсь что я ну как бы типа чтоб не задерживал никого сильно долго вот а я то могу и посидеть еще так вероника а я столкнулась с такой проблемой сложно одновременно заниматься разработкой дизайна и созданием портфолио рилсов так пока получается либо плотно заниматься работой либо выделять время на рилсе как вы все успеваете надеюсь приду к этому балансу первый момент я ничего не успеваю на самом деле да я делаю как бы ну что-то делаю ежедневно на самом деле так так кажется наверно типа у меня есть очень много чего я хочу сделать но я это все не успеваю насчет того что коммерческие проекты и проекты которые ты делаешь на себя орился это для себя ты делаешь то вот как раз вот рилсы особенно если вот там вот начало пути там что-то еще нет какого-то там потока клиентов там имени там не знаю статуса репутации своей студии там и так далее то это как раз такие важнее чем коммерческие проекты это кстати вот я эту мысль где-то вот недавно подсмотрел у кого-то что я с ней согласен сто процентов что вот эти вещи личные проекты личные какие-то штуки одни как бы на первом месте должны стоять ни на втором не на третьем проснулась с утра часик выдели будь добр запили рилс или хотя бы сделай половину работы над одним рилсом на следующий день сделай вторую половину часик часик день метод постоянного и постепенного маленькими шагами большим ну каким-то результатом все ничего часик ничего не изменит как бы потом вечером пораньше начать ну то есть можно там то есть как бы лучше генерировать контент типа втратить на это время чем его потреблять мы ежедневно потребляем этих рилсов на час ну блин ребят давайте как бы не будем друг друга обманывать и я в том числе я тоже где-то сижу и залипаю но сейчас как бы вот раз и я лучше сгенерирую контент и его как бы на это время потрачу поэтому тут вопрос про тайм-менеджмент больше и про приоритеты ну надеюсь я как бы мысль донес вот бывает конечно загрузка по коммерческим проектам но ничего страшного можно рилса на паузу поставить если прям вот ну вот прям жесть какая происходит но как правило это не всегда же так что целом если каждый день в формате какой-то жести работать тогда можно просто помереть как бы да да бывает три неделя бывает очень плотная какая-то перед каким-то мероприятием там айдентику для мероприятия делаем целая команда над этим работать ты не можешь выключиться да спасибо большое так ну надеюсь ответил короче приоритет это это я ну там я вы там до для себя на втором месте уже идет клиент ваш ну вот как бы это не звучало вот так и есть типа себе не подумаешь а тебе клиент не будет то есть ты клиента задачу решаю во вторую очередь вначале в свою реши задачу свои какие-то хотелки давайте я знать что покажу и не покажу но просто кто не знает кто не знает у меня есть youtube канал можете нестеренко игорь набрать там ну я выпадаю там youtube то есть чтобы не заморачивать так канал называется resta brand у нестер тв раньше назывался но я как бы сейчас все силы в корику кидаю поэтому его тоже переименовал там есть хорошее видео . роста дизайнера через личные проекты вот там я такой на обложке и такие стрелочки от меня отходит вот посмотрите этот видос если с этой лекции выступал перед молодежью тут нескольких местах ну это просто про мои личные проекты и там ребята прямо хорошие комментарии пишут под видео что ну типа ну там не то что это там он замотивировал а что вообще ну как бы про это вообще можно подумать даже как бы вот посмотрите кто просто не видел возможно но я считаю что очень хорошее видео такое целостное и она вот раскроет ребятам то возможно пока про это не думал что свои личные проекты они есть . роста как бы как правило так ну что ребят все не буду тогда уже задерживать нормально мы посидели там сколько минут 30 на 40 вот все сейчас все это залью спасибо что были с нами вот как нибудь следующий раз повторим я сделаю объявление тоже накидайте вопросов там берется критическое масло и запустим сразу такой вот не знаю вебинар как это назвать ну запись сюда дальнейшие публикации уже по соц сетям там youtube и всякие vk там и так далее все ребят всем спасибо всем пока